МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспитая служба информации телерадою компании «Гомель» у студии працуя Наталья Ихнатенко. Глядите у гэтым выпуску. Информационный помощник по администрационных процедурах. Мобильный додаток 142.бел доступный для корыстальников. Поклопотиться об своем будущем. Отличение страховых взносов для формирования пенсии в регионе начали у сего 15 самозанятых граждан. Тодень без домашних заданий. Сене у школьников начались каникулы. Иллюзии и смех. В Гомельском цирке стартовала новая программа. А сейчас об этом иншем больше подробно. У Беларуси, кроме развития традиционных, необходимо активно генерировать новые накерунки у сельской господарцы. Такую задачу сене поставил президент, наведывающий предприемство «Газовик Сипакова» в Шкловском районе. Керевнику державы доложили об социально-экономичном развитии этого региона и в целом Могилевской области. А так само об проведении в основополевых работ. Массовая посевная началась. Закономерно больше активное найдено на полдне в Гомельской и Брестской областях. Все лето перед аграрами стоит задача отримать не меньше, как 8,5 млн тонн сбожжа. А вот во сходном регионе только некоторые господарки начали подсевание травы. Але об массовом выходе у политехники еще разума не идет. В ближайший час чекаются заморозки. Тому не выключено, что только с Красавика начнется массовый старт. Президента детальова проинформовали и об выниках работы предприемства «Газовик Сипакова». За минулый год показчики одны из наилепших в Шкловском районе. Займаются тут вытворчастью мясомолочной продукции и мают намер поширать гэты на керунок. Ураживая и уроджайность рапсу. Летость яна склала 38 центнеросгектара. На 90% отримливается забеспечивать господарку белком для комбикорму во властном цеху. У свой час агрономичная служба предприемства сделала великую работу паповой лечении селбы шматгадовой травы. Это уже 1400 гектаров. Перевождают с конюшина и люцерна. Таких же новаций и агроэкспериментов керавник державы потребует во всех сферах АПК. Вы посеете, чего бы это не стоило. Посеете так, как надо. Сеять в этом году не по технологиям, это смертеподобно. Семена высокого качества, протравленная, почва обработана как следует. Все должно быть так. Особенно здесь, в Могилевской области. Вам, мужики, надо подумать о серьезной перспективе, о которой я в Барановичах говорил. Да, это северные регионы. Здесь, наверное, лазу виноградную не посеешь, импортозамещением заниматься не будешь. Но все равно по импорту мы много чего завозим. Кстати, это обоих их задача нацелить, что нам надо, чтобы избежать этого импорта. Ну и вам надо шевелиться и думать, а что мы здесь произведем дополнительно. Чем-то надо добавлять в хозяйстве. Чем? Если яблоко сегодня идет вообще на рынке, в России, там, на юге, на севере, ну так это же элементарно, мы знаем, как это делать. Если там можно производить какую-то ягоду, и это хорошие деньги, надо это. То есть нужна изюминка в каждом хозяйстве. Нельзя по старинке работать. Нельзя. Это беда. В сельском хозяйстве здесь все. Дай бог, чтобы у нас в каждом районе так было. Но нужны новые, новые какие-то направления. Надо генерировать не только идеи, но уже создавать новое направление развития. И где, как в Нюшкловском районе это делать. Серхазпродприемство Газовик-Сипакова – это структурное подразделение руб Махилев-Аблгаз. Но при этом главная организация финансирует только долготерминовые проекты. Заработная плата, палева, удобрения, на все это гроши идуть с уластной выручки. У планах аграры у праздникальки годов выйти на полное самофинансирование. У этой совести доручение президента еще раз выучить подобный опыт за мацавание сельгазпродприемствов за лидерами, чтобы держать развитие. Говорили в целом об перспективах АПК и заработной плате в Галине в Шкловском регионе. Поставлена задача в ближайшие годы досягнуть средний на селе в тысячу рублев. Протягиваем выпуск. По инициативе Гомельского облевыканкама для ЖХРУ региона распрацавали уникальный мобильный додаток 142.бел. Дякуючи ему можно отправить, например, электронный зворот у необходимые службы, а так само отримать шмат корыстной информации. А в новой технологии, якая зробит контакт по междунасельницам и уладой, я ще больше зручным, сюжет Марины Джалой. Мобильный додаток 142.бел. Это информационный помощник по администрационных процедурах. Некольки дзен тому и он стал доступным для запамповки про сервис Play Market. На сегодняшний день додатком скрыстались коля 100 человек. Водуху каупакуль не шмат, але усе позитивные. Люди пишут, что додаток корыстный и зручный. Мы згодные. Например, мне нужно записаться на прием одного знаместника у керевника Гомельского облевыканкама. Я находжу его в списках. Это очень легко. И видишь, что наступный прием отбудется 27-го с 8 до 13-го годин. Если такой час мне подходит, то я могу записаться сразу. Записаться на самой справе оказалось легким. Экономия часу, галоны плюс додатку. Усе органы влады, администрационные процедуры, запись на прием специалистов, отказы на найденные питания, справа некоторых хвилин. Часто людям нужно узнать, как поставить кондиционер, как, допустим, изменить планировку помещения. Самые-самые разные вопросы возникают у людей, а как их решить. И вот для этих целей была создана вначале телефонная справочная служба 142, где можно позвонить. И не просто задать вопрос, а в интерактивном режиме найти любые ответы на те вопросы, которые стоят. В том числе и узнать, как принимают руководство исполкома, депутаты или другие ответственные лица для решения всех иных вопросов. Что касается мобильного приложения, то это уже квинтэссенция всех сервисов, которые были созданы ранее. Система пошуку необходимой информации дозволяя по ключевым словам знайти потребную процедуру и все связанные с ее известкой. Например, термин разгляда сворота, кошт певных послуг и многое инши. С додатком можно отразу потелефоновать до специалиста. Мы решили, что такое приложение поможет человеку более комфортно не выходя из дома решить все свои проблемы. Каждая административная процедура по каждому району позволяет человеку не только посмотреть, каким образом какие документы нужны, но еще и связаться с ответственным человеком через телефон, который там расположен, для получения определенной консультативной помощи. Пенсия для самозанятых. Как вядомо, селит агетая категория грамадян отримала право на доброохватной основе удельничать в забеспечении своей пенсийной будущей. Для этого необходимо выплачивать обовязковые страховые взносы в фонд социальной обороны насельництва. Ранее такой макчимости не было, и грамадяне могли различовать только на социальную пенсию. страховые пенсийные взносы. Это лишь бы по Беларуси. У Гомельской области таких прикладов по коль каля полутора десятков. Варто нагадать, что по мировыплат складает не меньше как 29% от минимальной заработной платы по краине. Отромливается, что каждый месяц нужно платить приблизительно 100 рублей. По окончании этого календарного года, не позднее 1 марта, эти люди, которые пришли зарегистрироваться, обязаны нам заплатить по итогам календарного года. Во-вторых, не позднее 31 марта должны предоставить форму персучета с указанием периода осуществления деятельности, не связанной с предпринимательством. Для дальнейшего эти сведения будут использоваться для назначения пенсии, либо трудовой пенсии, либо пенсии по инвалидности, либо каких-то других условий. Большая частка самозанятых, которые стали на улик по выплате страховых взносов, это репетиторы, цырульники и специалисты, которые оказывают косметологические послуги. Нагадаем, ранее такое право было предоставлено рамесникам и уладальникам агрессия ДИБАУ. Амаль 350 оздоровленческих лагеров на базе установ адукации подчас весновых каникулов будут наведовать каля 8,5 тысяч детей. В этот период будут насыщены нагульнявые марафоны, экологичные экскурсии и спортивные споборницы. Самые интересные мероприемства сегодня анонсовали в Головном управлении адукации хомельского облога каникама. Эти весновые каникулы можно назвать творчим марафоном. Запланованных мероприемств все правда шмат. Начинающий от гулянных программ и встреч с интересными людьми в установах додатковой адукации до проведения экскурсий, наведывания театров и картинных галерей. А либо дай самое значное мероприемство 3-й областный турнир по робототехнице. На базе областного центра Олимпийского резерву по легкой атлетице 28-го саковика сберутся каля 200 удельников. Ожидается большой приток болельщиков и также жителей, которые интересуются данным направлением работы. Дети вместе с родителями смогут увидеть интересные изюминки, такие как шоу трансформеров и другой ряд сюрпризов, которые сейчас мы раскрывать не будем. Яши оденнекеронок работы со школьниками подчас весновых каникул «Экология и краезновство». Тут и гомельский семинар практиком, развитие пошуковой деятельности в регионе и встреча экскурсоводов школьных музеев в Жлобине. А про тему плану это задействовать все исходные экологи-биологические центры, где пройдут мастер-классы навык расспросовали специальную гульню «Тайны малой родимы». Объявлена нашим областным дворцом творчества такая игра интерактивная посредством сети интернет как «Энкаунтер». Когда ребята получают определенные задания историко-краеведческой направленности и в определенный период времени должны их выполнить, выйти на местность, найти, например, известный исторический памятник и что-то о нем узнать, успеть изучить и рассказать. И таким образом И еще одно из мероприемства весновых каникулов. Сегодня в Гомеле открылся городский профильный военно-патриотичный лагерь «Я-Патриот». 20 подлетков в возрасте от 14 до 17 годов с четырех школ города весь титинь будут участвовать в экскурсиях, спортивных и интеллектуальных хульнях, лекционных занятках. Измена военно-патриотичного лагеря это 18 юнаков и 2 девчины. За всеми по разным причинам в своих школах ведутся индивидуально профилактичную работу. Иншими словами, яны под большепильной увагой наставников и администрации. Каникулы, как вядома, хоть и счастливы, ды бестурботный час, али разом с тым и небеспечны. Тому задача керавництва лагера занять подлетков цикавыми справами, разнастая цих вольный час, организовать яго с максимальной корыстью. Это очень радует, что дети бывают у нас не один раз и изъявляют сами желания. То есть многим детям нравится, они приходят к нам именно потому, что им понравилось предыдущий лагерь. Дети, вы знаете, которые уже у нас были в лагере, они уже знают дисциплину, они уже знают, как надо себя вести, что делать, им нравится, они все равно познают все новое и новое и возвращаются с удовольствием к нам. У наступные дни юнаки и девчаты побывают у войсковой части 55-25, в музеях военной славы, криминалистыки ознайомятся с экспозицией музея военно-гисторичной реконструкции «Память». Наведают Центр Олимпийского резерву по прикладных видах спорту. Вучись, сберегай, заробляй. Областный этап республиканского турнира по интеллектуальных гульнях прошел сенья в Гомеле на базе середней школы номер 27. С поборництва организована громадским объединением «Белая Русь» и одним из ведущих белорусских банков. До дела у турниры запросили 20 команд по шесть удельников из разных районов в области. Это обучение старейших классов средних школ, гимназий и лицеев. А так само навученцы установили средние специальные и профессионные технические адукации. Им пропоновали несколько туров с пытаниями наведания темы финансов и экономики. Например, отказать, что такое лизинг и инфляция и чим одрозниваются дебетовые карты от кредитных. В реалиях сегодняшнего времени быть финансово грамотным очень важно и учиться нужно этому действительно с детства, потому что управлять тем значимым ресурсом, таким как деньги, нужно действительно учиться с детства, учиться накапливать, сохранять, приумножать свои деньги, использовать эти правильно деньги. Поэтому ребята сегодня покажут, насколько они грамотны в этой сфере. Гульня проходила в рамках международного отыдня финансовой письменности детей и молодей, который начался сегодня. В Беларуси он проводится в 7 раз. Основанный организатор мероприемства Национальный банк. Тематичный акцент все лета сделан на вопрос ценовой стабильности. Покажут турниру учиться сберегать и заработать и будут смыгаться на республиканском финале 31-го соковика. Иллюзия и смех У Гомельским цирку стартовала новая программа. Премьера пройшла на минулых выходных. На арене один номер динамично изменяет другие. Акробаты, поветранные гимнасты, иллюзионисты. Не меньше яскравые выступления с уделом живел. На манеж выходят верблюды, таксы, яноты, носухи, кони и аргентинские попухаи. Веселую атмосферу циркового свята поддерживают клоуны Артем и Андрей Авярушкины. Один на трехколовом моноцикле балансует с четырьмя кубками на голове, други майстерски отбивая ритм мячами по барабанах. Я самоучка, а у нас отец музыкальный коверный, он нас учил. Все свои умения передает нам отец. Мы раньше работали в жанре акробатика с отцом, парной акробатики. Потом постепенно меняли жанры разные и калибристика, жонглирование, балансы и так далее. Я родилась в цирковой семье. У меня родители работали с медведями, дрессировщики тоже были. Но я ушла из цирка в журналистику, потом решила вернуться. Я сразу начала с таксами работать. Таксы очень отличаются в дрессуре и в цирке практически не бывает, потому что их тяжело уговорить что-либо делать. У другой час и программы отбывается соправдное очаровничество. Иллюзийный аттракцион представляет уладальник золотого медаля на международном фестивале циркового мастерства в Корее Яуген Новоселов. И об спорте. Кубок прокуратуры Гомельской области по мини-футболе знайшел нового уладальника. Турнир пройшел у Гомеля в 21-й раз. Традиционно спрашивали трофей четыре команды. Дружины аппараты город складались с супрацовников областной и гомельской городской прокуратуры «Отповедно». Колеры команды регионы Полессия обороняли прокурорские работники районов в области. По выниках кругового турнира лепший выник показала команда аппарат. Супрацовники областной прокуратуры перемогли во всех трех поединках. Другое место заняла дружина город. Далее разместились регион и Полессия. Дух турнира сохранился. Здоровое спортивное соперничество. Должно было быть, но так оно и есть. Дорогие, у Красовику в нашем регионе отбудется финал Кубка Генеральной прокуратуры по мини-футболе. За трофей будет змогаться и команда Гомельской в области. Больше про спорт про с нескольких минут в спортивном огляде с Максимом Савиным. На этом выпуск завершен. Спасибо за увагу и до новых встреч в эфире. Эфир телеканала Беларусь-4 продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. В результате сильного ветра на территории Гомельской области 22 марта в 8 районах пострадало 23 населённых пункта. Частично порывами ветра повреждены кровли пяти жилых домов, одной хозяйственной постройки, двух школ, одного сельского дома культуры и 32 сельскохозяйственных зданий. Упавшими деревьями повреждено три автомобиля. Из-за обрыва линии электропередач было обесточено 105 населённых пунктов. По состоянию на 22.00 того же дня электроснабжение всех объектов было восстановлено. Спасатели Гомельщины трижды выезжали для уборки аварийных деревьев, которые создают угрозу жизни и здоровью населения. Также хотелось бы поблагодарить все службы за оперативное реагирование на данную ситуацию. Пьяный за рулём потенциальный преступник. В Гомеле нетрезвый водитель сбил на пешеходном переходе девушку. ДТП произошло накануне поздно вечером на улице Ильича возле дома номер 34. С места аварии мужчина, управлявший автомобилем, уехал и был остановлен только в районе жирокомбината. Прохожие сразу вызвали милицию и скорую помощь. У девушки перелом кисти со смещением. При падении она также сильно ударилась головой. Ещё одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими произошло днём ранее на Реческом проспекте. В результате аварии женщина-пассажир легкового автомобиля оказалась зажата внутри. Понадобилась помощь спасателей и медиков. Водители предварительно трезвы. По предварительной информации водитель автомобиля Тойота на пересечении улицы проспекте Речески-Коселева на зелёном сигнале светофора не предоставил преимущества и срешил с наклонением с автомобилем МАН. В результате происшествия пассажир автомобиля Тойота женщина с травмом была доставлена в больницу. По данному факту проводится проверка. Два человека погибло на пожарах в прошедшие выходные. В городском поселке Парич и Светлогорского района открытым пламенем горело кровля и имущество одной из комнат деревянного жилого дома. В другой комнате на диване спасателями без признаков жизни обнаружен хозяин дома пенсионер 1949 года рождения. Огнём уничтожена кровля, повреждено потолочное перекрытие и имущество внутри дома. Спасатели Ветковского районного подразделения МЧС выезжали вчера вечером на ликвидацию пожара в деревню Хальч. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы спасателями был обнаружен труп хозяина домовладения мужчины 1973 года рождения, который проживал один. Причина пожара устанавливается одна из рассматриваемых версий неосторожное обращение с огнём при курении. Проверку проводит следственно-оперативная группа. 75 лет Гомельская область живёт мирной жизнью. Но опасные находки тех страшных времён не даёт спокойно жить до сих пор. Накануне в Гомеле при проведении земляных работ на территории частного домовладения по улице Будённого обнаружен предмет, похожий на снаряд времён Великой Отечественной войны. До приезда сапёров четырём жильцам пришлось покинуть свой дом. Такой обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилёв. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Беларусы выиграли серебро этапа Кубка мира по спортивной акробатике, который прошёл в США в городе Лас-Вегас. Второй результат в соревнованиях смешанных пар показали брещанка Ольга Мельник и гемельчанин Артур Беляков. Напомню, что в начале марта в Португалии на этапе Кубка мира спортсмены также поднялись на вторую ступень. В чемпионате Беларуси по волейболу среди мужских команд стартовали полуфинальные серии. Гранды оправдывают статус фаворитов. Столичный строитель дважды с одинаковым счётом 3-0 обыграл ютипский Марко. А вот в противостоянии с Ольгорского шахтёра и гомельской энергии всё не так однозначно. Энергетики потрепали нервы игрникам на их паркете. В первом поединке гемельчане повели 2-0 по партиям, однако хозяевам всё-таки удалось переломить хоть матча и сравнять счёт. Пятый решающий сет горняки не без проблем оставили за собой в 16-14. На следующий день гомельской команде удалось выиграть только один сет 3-1 победа шахтёра. Третий матч этого противостояния состоится 30 марта в Гомеле. Матчами в Барановичах и Жлобине завершился регулярный этап 12-х республиканских соревнований по хоккею среди любительских команд на призы президентского спортивного клуба. В Брестском регионе местные хоккеисты уверенно победили команду Витебской области 10-3. В поединке между дружинами Гомельской области и президента Беларуси напряжённой борьбы также не получилось. В первом периоде матча в Жлобине приезжие хоккеисты подтвердили статус фаворита в забросе в три шайбы. Хозяева результативными действиями не отметились. Две пропущенные шайбы мы получили на пересменке неправильно поменялись. Ну и в дебюте матча мы, конечно, должны были забивать, не забили и получили тут же. Мы играем против соперника, у которого хорошее движение, хороший пас. То есть ребята играют, получают удовольствие. Мы, к сожалению, можем рассчитывать только на хороший контратак. Постелее немножко, ребята. Ребята тоже хорошие там в Бомельской области. Быстрый пас, хорошо катаемся. Всё получается. В удовольствие играем. Во втором и третьем периоде гости продолжали доминировать на площадке и довели встречу до уверенной победы. 10-4. Команда президента без потерь прошла регулярные этапы, заняла первое место. Дружина Гомельской области финишировала третьей и продолжит борьбу за награды. Турнира 30 марта в полуфинале противостоять гомельчанам будет команда Минской области. Вторую пару составили команда президента и дружина Брестской области. Лельчинская команда «Альянс» выиграла бронзовые награды в младшей возрастной группе дивизиона «Б» республиканских соревнований среди детей и подростков по хоккею «Золотая шайба». Финальный этап состязаний проходил в Бобруйске. По итогам кругового турнира лельчинские хоккеисты заняли третье место. Победила дружина «Алмаз» из Дятловского района Гродненской области. На второй позиции представители столичного региона «Уникум» из Борисова. Завтра в Жлобине стартуют состязания в старшей возрастной группе дивизиона «Б». Представлять Гомельскую область также будет Лельчицкий альянс. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова